Мы живы! К нам нужно еще добравиться. И я здесь, чтобы поговорить с вами об отношениях делается иначе, о чем мы говорили на прошлой неделе, это о том, какие отношения у вас есть с вами. Я думаю, переводчики нас нашли. Привет. Я думаю, что они нас нашли. Итак, мы сейчас... У нас будет перевод на семь языков. Да, замечательно. Семь языков живую. Давайте начнем. Итак, Симон, отношения делаются иначе. Это класс, который у тебя будет в этом месяце. И когда я думаю о людях, сколько людей ты знаешь, у которых были отношения, и они отказались от своих тел, от своих созиданий, от своего всего, чтобы быть в отношениях с другими. Что? Это тебе знакомо? Я понятия не имею, о чем ты меня спрашиваешь. Я спрашиваю тебя в основном, сколько людей ты видишь, кто не является самим, не находятся в отношениях, они просто отдали себя другим, они забыли, что они также являются частью созидания и находятся в единстве с другими людьми. Ты очень интересный интервьюер. Я думаю, что ты задаешь мне, спрашиваешь меня, или то, что ты говоришь, чтобы я прокомментировала, что когда два человека находятся в отношениях, у них также должны быть отношения с самим собой. Да, вместо того, чтобы фокусироваться на каком-то другом. Ты имеешь в виду о том, что фокусироваться на том человеке, с которым у них отношения? Нет. Я просто о том, что они всегда концентрируются на том, какие отношения у их друзей, у их родителей. А, вот. Извиняюсь, переводчики, это немножечко прерывалось здесь. Может быть, это прерывалось в вашей голове тоже. То есть ты имеешь в виду, что люди используют отношения других людей как референтную точку отношений, которые они могут создать или выбрать. Да, ну, я думаю, что люди делают это постоянно. Для меня очень долгое время я находилась в отношениях по три месяца. В какой-то момент одна подруга позвонила мне, и каждый раз я заводила отношения на три месяца, и потом, ну, они закончились. И в какой-то момент я думала, да, мне нужно двигаться дальше. И в какой-то момент это стало неприемлемым, потому что все говорили, тебе нужно найти отношения, долгосрочные отношения. И на самом деле, что весело для вас. И в какой-то момент я осознала, что я вообще не хочу никаких отношений. Я поговорила с Гарри Дагласом, основателем XS Consciousness, и он в какой-то момент, а почему нет? Потому что я не вижу ни одних хороших, зачем мне их выбирать? Но о чем мы поговорили, это о том, что я всегда смотрела за гранями себя на отношения, что я не хочу вот так, я не хочу вот так, я не хочу вот так, и я использовала вот это как основу, как платформу для того, чтобы выбирать что-то для меня. И что я еще осознала, что там не было вообще никакого выбора. Очень часто мы уходим в это пространство, которое я называю Вселенной без выбора. И в какой-то момент я посмотрела, хорошо, мне нужно на это посмотреть. И что я увидела, я рассоздала и уничтожила все отношения, все точки зрения о своих отношениях, прошлых отношениях. И через неделю после того, как я встретила кого-то, только из-за того, что я изменила то, что я использовала точки зрения в отношениях других людей как референтной точки, как определения, что я выбираю. И несмотря на то, что на самом деле работает для меня. И да, я тоже думаю, что люди смотрят постоянно на родителей, на друзей, что они выбирают, вместо того, чтобы посмотреть, что работает на самом деле для вас. И, возможно, вы желаете вообще чего-то совершенно другого. И я думаю, если вы начнете с этого, то вы начнете создавать свою жизнь и гораздо лучше, веселее и счастливее. И мы... Когда ты думаешь на этих дней, думаешь о тех днях, когда ты решила, что тебе больше не нужны отношения, то есть ты руководилась определениями твоих друзей и знакомых, или это было твое... Это было основано на твоих чувствах, на твоем бизнесе, на том, что ты делаешь. Да, все это и гораздо больше. В тот момент я не была такой успешной, у меня не было не так много денег. Но я никогда не говорила об этом, но в тот момент я не была не такой успешной. И я выбирала ребят, которые были... Очень осуждали меня, и это не имеет смысла, но это то, что я делала. И я выбирала мужчин, которые осуждали меня и мое тело таким же способом, как я это делала, потому что каким-то образом, когда я сходила... Когда это сходило с ней, то... С ними... В их суждение, то я... Это подтверждало мне, и я говорила, вот, видишь, значит, это правда. И это очень интересная тема, потому что... То есть я искала тех людей, которые осуждают меня, чтобы мне не нужно было получать. И в какой-то момент я встретила кого-то, кто был на самом деле добрый, заботящийся, а меня это выносило, потому что я не могла понять, почему они ко мне так относятся. И очень часто на своих классах я говорю, вы на самом деле готовы приобретать доброту и заботу. Вы на самом деле хотите, чтобы кто-то получал вас полностью, полностью, включая все ваши фиговинки. И готовы ли вы посмотреть на... Получать от этого человека, получать эту энергию, того, что человек на вас смотрит и получает вас полностью. И опустить все ваши барьеры и ограничения, и просто быть с этим человеком и сказать привет. И для меня это самая великолепная штука, которую вы можете выбрать, но многие из нас этого не делают. Мы выбираем кого-то, чтобы он проявился в нашей жизни, кто злой, контролирующий, осуждающий, чтобы нам не быть всем, чем мы являемся. И что я хотела бы, чтобы люди поняли, с отношениями, которые делаются иначе, и книгу, которую я написала с моим бывшим Брэндоном Ваттом, я бы хотела, чтобы люди осознали, что у них есть выбор. И это ваша жизнь, это ваш... Вот это она этим является. И что вы хотите выбрать сегодня, вместо того, чтобы ждать, когда вы будете... Вам будет 60, 70, 80, 90, и вы будете говорить, что я бы хотел выбрать вот это вот. И что, если вы перестанете выбирать отношения, которые не являются вкладом для вас, и осознали, что если это не работает для вас, то это не работает для вас. И вы можете выбрать что-то другое. Вы можете выбрать... Это очень интересно, что ты можешь... Что ты сказала? В основном люди ищут какие-то связи с людьми. Но ты, о чем ты говоришь, это о созидании. Можешь ли ты рассказать больше о связи с людьми и созидании с людьми? Видишь ли ты это в классах, что люди видят разницу между связью и созиданием? И Гарри Даглас однажды сказал, что когда ты заходишь в какую-то комнату, и ты сразу видишь кого-то и думаешь, мне нужно получить его, просто убежите, то, скорее всего, у вас было что-то с ним в прошлых жизнях. И поэтому вы думаете, что нужно быть с этим человеком. И в какой-то момент я встречалась с кем-то, и я сказала ему, что у меня такое ощущение, что мы были женаты в другой жизни. И он такой, ага. То есть люди постоянно ищут вот эту комбинацию предназначения, но она обычно основана на осуждениях. То есть ты бразильянец, я австралийска, и мы путешествуем. И, о, ты бразилец, или ты австралийка. Или вы родились в одном и том же месте, или вы ходили в одну школу, или у вас одна и та же работа, или вы занимаетесь одним и тем же спортом. И они вот, видишь, мы должны быть вместе, потому что нам нравятся те же самые вещи. Быть вместе, ходить в одно и то же место, в одну школу, не говорит о том, что у вас будут великолепные отношения. Но это то, что мы выбираем. Это тот момент, когда ваши отношения становятся более сфокусированными, имеют мало энергии. И когда вы их расширите, и вы, когда меня слушаете, думаете, как мне их расширить? Просто, когда вот эта вот энергия вот сжимается, становится маленькой, вот вы защемились на этом человеке вместо того, чтобы вдохнуть. И давайте расширимся. И правда, на самом ли деле, этот человек будет вкладом для меня. Будет ли это весело? Будет ли это просто? Научусь я чему-то? Есть разные вопросы, которые вы можете задать. И если это нет, то, дамы и господа, это нет. Вы не можете определить эту энергию созидания. Это просто, когда у вас человек вместе. И это не обязательно, чтобы у этих людей был секс. Это могут быть друзья, знакомые. Это люди, с которыми вы работаете. Когда вы находитесь в созидательной энергии с кем-то, то вы должны создавать в 20 раз больше, чем вы бы создавали один. То есть, когда вы часто видите, что люди в отношениях, и вы встречаете кого-то, и это великолепная вещь, и потом вы думаете, это... И они начинают уменьшать себя, обрезать себя. И, скорее всего, они осуждают этого человека. Или мне не нужно говорить об этом, мне не нужно проявляться как вот это, мне не нужно быть вот такой. И вместо того, чтобы сказать, вот я такая, и ты готов быть со мной, когда я такая? И что, если бы все люди смотрели на то, как они могут выбрать больше, и что, если люди тогда начнут быть вкладом для вас, чтобы вы были лучше, и вы начнете создавать созидательные отношения, чем отношения? Вы пытаетесь создавать отношения, основываясь на том, как создать расстояние между друг другом, вместо того, чтобы посмотреть, что я могу создать с этим человеком, сколько всего, сколько веселья у нас может быть. И очень часто люди задаются вопросом, что они на самом деле ищут в отношениях. И другой... Иногда люди задаются вопросами о другом человеке, они жалуются на него, но видеть... Обычно люди забывают спросить, посмотреть и спросить у себя, что они хотят в отношениях. И спросить о том, что они у других могут спросить. Не только, что для них работает, да. Что я имею в виду, я думаю, что у тебя тоже это было, что ты начинаешь встречаться... Ты начинаешь встречаться с кем-то, и они думают, что... А, ты попался. То есть они не думают вообще от тебя, что будет ли этот человек работать для меня, не будет. Что он хочет, что он желает. Это очень часто, что люди делают. Они такие... А, у меня он будет. Но вписывайтесь вы в этот мир. Точнее, не то, что вписывайтесь, а выбирают ли они вас. И что мы называем, это... Когда вас выбирают, или когда вы выбраны. Когда кто-то выбирает вас, то вас уже выбрали. И у вас тогда появляется энергия, что выберут ли они меня. Если они меня выбирают, то я скажу «да». Но это не обязательно, потому что вы еще тоже выбираете. И это то, что я выбираю, это то, что я желаю. И мне очень нравится задаваться вопросом, что на самом деле работает для тебя. По-моему, это уже несколько лет прошло, после того, как мы расстались с Брэндоном Ваттом, и когда большинство людей смотрят, какие отношения будут следующие. А я смотрю на то, что хочу ли я вообще отношений. И когда я задалась этим вопросом, я не уверена. И я выбрала это для себя. И не важно, что работает для вас. Я просто вернулась домой. Я это сделала в марте 2020 года, когда мы... После того, как я путешествовала по 10 месяцев в году, я написала темы, я написала отношения, секс, бизнес, деньги. Тела и географические. То есть, для меня вот эти темы, я хотела посмотреть на это. Обычно люди размещают отношения и секс в одну коробочку, но отношения – это отношения, секс – это секс. Для того, чтобы вам иметь секс, вам не нужно иметь отношения, и для того, чтобы иметь отношения, вам не нужен секс. Но многие люди размещают также деньги и бизнес в одну коробочку. Но деньги – это деньги, а бизнес – это бизнес. И я задалась вопросом, какую жизнь я хочу создать и выбрать. Допустим, географически я задалась вопросом, где я хочу жить, хочу ли я оставаться в Австралии. И также я посмотрела на секс. Я осознала, что есть аспекты отношений, которыми я на самом деле наслаждаюсь. То есть, я написала аспекты отношений, которыми я наслаждаюсь, и я посмотрела на секс, и я посмотрела на то, как я хочу, чтобы это выглядело. То есть, я тоже хочу иметь секс, но для этого мне не обязательно отношения. То есть, как я бы хотела, чтобы это выглядело, что я осознала, что я обожаю говорить в возможностях с людьми. Даже когда я готовлю на кухне с бокалом вина, это созидательное, это аспект, которым я наслаждаюсь. Но у меня тоже это есть с огромным количеством друзей, с хорошими друзьями. Но это также аспект отношений, которыми я наслаждаюсь. То есть, начните посмотреть на то, что работает для вас, что вы хотите. У меня большой дом, и раньше я жила там с Брэндоном и с домом. И мой друг Крис пришел сюда, и он сказал, этот дом очень тих, и он очень огромный для одного человека. Да, но у меня есть и спортзал, и гостиная, и все что угодно. То есть, если бы я сейчас покупала, я бы выбрала что-то другое. Но мне нравится энергия отдельной комнаты, отдельной ванны, отдельной кухни. И я хочу, чтобы было две спальные, которые могут быть вместе. Но иногда мне нравится спать одно, иногда мне нравится спать с кем-то. То есть, когда у вас будет храбрость посмотреть на то, что работает для вас, а что нет, и взаимодействовать с партнером, и посмотреть на это, допустим, спать в кровати вместе. Лично я обожаю, когда я сплю с кем-то. И мне нравится вот это, это огромный вклад для тел. Но точно так же я обожаю спать одна. То есть, и как это работает, когда вы в отношениях? В последних моих отношениях мы очень много ночей, я думаю, две-три ночи в неделю мы спали в... Кто-то из нас уходил в гостиную комнату. И то есть, в другой момент мы знали, что мы выбираем это, и это не является проблемой. И что вы не выбираете, что позволяет вам убирать проблемы, которые проявляются, потому что у вас нет храбрости выбрать то, что вы на самом деле желаете выбирать. Да, ты говорил о том, что о последнем годе многие люди делали это тоже, но у огромного количества людей есть огромное количество ожиданий и определений. И тогда ты говоришь, что послушай, все, что тебе нужно сделать, это задать вопросы. И люди задают вопросы, основываясь на ожиданиях, определениях, заключениях, что у них должно быть, как они могут получить, иметь, не иметь. Можешь ли ты рассказать нам сегодня, рассказать нам о какой-то практике для этих людей, чтобы они не создавали свои созидания на ожиданиях и определениях. И ты абсолютно прав. Давайте я расскажу, как это работает. Как я уже говорила, когда у вас есть ожидания и проекции, когда у вас есть ожидания и проекции, как это должно быть выглядеть, как это должно проявиться, и ожидания от кого-либо или от чего-либо, то, что здесь скрывается, то вы создаете разделение между собой и ими, и вы создаете суждение, и вы создаете сопротивление от того, что проявляется для вас. Потому что вы это уже разместили в эту коробочку, вместо того, чтобы посмотреть на то, что еще может проявиться в нашей вещи, что потребуется для того, чтобы в моей жизни появился кто-то добрый, заботящийся. И это не то, что у него должна быть вот эта машина, у него должно быть вот это уровень образования, столько-то денег на счету. Это все считается в этой реальности. А что, если вы всегда будете знать, что вы знаете, у вас не будет никаких ожиданий от того, кого вы запрашиваете. И я запрашиваю, что потребуется для того, чтобы появились добрые люди в моей жизни. Потому что это то, на что я хочу посмотреть, добрые люди. И все ваши ожидания, разделение, проекция ожидания, все это рассоздать и уничтожить. Это очищающее выражение «Access Consciousness», и Бекки разместит ссылочку там на theclearing.com, и тогда вы сможете посмотреть. Дэйн Хир там рассказывает очень хорошо об этом. И все ваши ожидания, разделение, осуждение, которое у вас есть, о себе, об этом человеке, об ваших отношениях, и рассоздать и уничтожить. И еще раз, все ваши проекции ожидания, разделение, осуждение, которое у вас есть, о себе, об этом человеке, о отношениях, все это рассоздать и уничтожить. Что делает очищающее выражение, когда вы запускаете это? Это все ваши мысли, чувства, эмоции, которые у вас есть, или которые вы создали вокруг этого. Это как включить свой компьютер и нажимать кнопочку «Удалить, удалить, удалить» и у вас появляется совершенно новый лист, и вы можете создавать совершенно другого пространства. И фильм, который Гэри Даглас постоянно рекомендует, это «51 встреча» или «Свидание». И это о том, что сколько разных свиданий у вас может проявиться, и сколько всего, сколько ваших отношений вы создаете на тех отношениях, которые были у вас в прошлом, а что, если вы могли бы создавать отношения, основываясь на том, что проявляется в вашей жизни сегодня? Сколько из вас пытаются создавать ваши отношения, которые основаны на прошлых отношениях? Давайте я задам другой вопрос. Я бы запросила гораздо больше. То есть, что если каждое отношение, которое будет появляться в вашей жизни, вы будете запрашивать еще лучшие отношения? И это не только в сексе, это с семьей, с друзьями, с коллегами. Что если вы будете запрашивать гораздо лучшие отношения, чем были вчера? Вау, да. Да, просто задавайте вопросы, и просто посмотрите на... будьте уязвимыми к тому, что проявляется, получайте это. Потому что люди не хотят получать то, что они хотят. Да, это очень большая тема. Получение. Это не просто, что вы просываетесь утром и думаете, о, я получаю. Может ли это проявиться? Да. Мое предложение – практикуйтесь. Если что-то не проявляется в вашей жизни, то практикуйтесь в получении. Может, кто-то... Когда кто-то говорит, давай я угощу тебя обедом или ужином или кофе, а вы такие, не, 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 я сама. В следующий раз, когда кто-то предлагает вам, особенно скоро будет у нас Рождество, получайте, практикуйтесь в получении. Когда кто-то предлагает вам чашечку кофе, просто поприсутствуйте с этим. И благодарю, спасибо огромное, потому что это такой подарок в получении, потому что это получение и дарение одновременно. Иногда, когда вы заплатили за кого-то или дали кому-то что-то, а не получили это, вы этим наслаждаетесь тоже. Но когда кто-то отказывается, то это не так уж и весело. И большинство людей я бы попросила попрактиковаться в получении, потому что 21 год назад первый разговор, который у меня был с Гарри Дагласом, это по поводу получения. И он сказал, ты знаешь, тебе было бы гораздо легче, если бы ты начал получить, ты бы была более счастлива, твоя бы жизнь была бы более счастлива, ты была бы более веселой, и твой бизнес был бы более... лучше. И на следующий день я была... Я сказала, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я даже не знал... Я знала единственную вещь, что мое предназначение о планете Земли, это давать, давать, давать. Что я могу дать, что я могу дать, что я могу дать. Что мы еще говорим в Эксосе, это о программе брать, брать и давать. И там нет никакого отдарения, получения. То есть вы... Вам нужно уйти из этой программы и начать получать... Везде, где вы застряли в этой программе, готовы рассоздать и уничтожить. Давайте я вам дам еще одно маленькое задание. В следующий раз, когда у вас будет секс, и даже вы не помните, о чем я говорю, вы можете просто сказать, вот это все, что говорила Симон, и поконпот это все. И поконпотайте все, как везде, где вы получали, занимались сексом, издавать и брать. И вдохнете, расслабитесь и задаетесь вопросом, как бы это выглядел, если бы я делал это из получения дарения, и все это умножить на покзилен, рассоздать и уничтожить. Итак, Симон, что еще возможно, что мы можем получить от этого класса отношений делаются иначе? Это на самом деле очень много. И мы дотронулись только до парочки тем, и класс отношений делаются иначе, вы получаете руководство, и мы проходим разные пути, и на классе вы, когда вы задаете вопрос, весь класс получает это. И очень часто люди хотят посмотреть на то, что они правы и не хотят быть приверженным тому, что они могут создать больше, лучшее. А что, если отношения могут быть лучшими? И, как я уже говорила, это ваша жизнь. Что, если вы будете запрашивать гораздо больше, что проявилось в вашей жизни? в ваших отношениях? Вам не нужно застревать в том, где вы застряли. И что, если... Даже если это ваше отношение, что, если вы можете создавать больше, и вам не нужно создавать отношения или желать в отношениях, или быть в отношениях, если это не работает для вас? И что если после, во время этого класса, на что мы смотрим, это, а что если вы можете быть в такой интимности, в такой близости с собой? И когда вы будете в такой близости, в такой интимности с собой, вы сможете создавать любые отношения с другими. Да, я на самом деле предвкушаю этот класс. Это, по-моему, через три недели? Да, через три недели. И это будет онлайн, вы можете присоединиться. Спасибо огромное, что вы были с нами. Спасибо, что ты пообщался со мной, Дан Аван. Спасибо, что ты была здесь и что ты пришла на мое, ответила на мое приглашение во второй раз. Спасибо огромное, спасибо всем.